День добрый. С вами Смирнова Ирина. В предыдущем видео мы с вами договорились о том, что мы будем считать наш блог представительством в интернете, а наши статьи будем считать нашим аватаром. Сегодня мы разбираемся с советом номер один. Мы должны определить свою ценность и из этой ценности получить тематику нашего блога. Дело в том, что из собственного опыта я поняла, что очень часто неправильная выбранная тематика блога приводит к тому, что человек просто бросает его вести через 3-4 месяца. Или старается вести его очень долго, но это вызывает у него буквально отвращение к работе. То есть нет никакого желания работать. И все это является следствием того, что человек выбрал неправильную тему блога. Как же нам выбрать правильную тематику блога? Правильная тематика блога будет у нас только тогда, когда вы сможете определить собственную ценность. Будем говорить так. Любой человек, приходящий в интернет, он ищет информацию. И вы это должны очень хорошо уяснить. И информацию этот человек ищет такую, которая бы была действительно четким, конкретным ответом на возникший у него вопрос. То есть ваш блог должен быть экспертным. То есть вы должны себя показать экспертом в определенно какой-то теме. Вот давайте посмотрим, какова же цель, собственно говоря, нашего блога. А цель его такая. Мы создаем блог исключительно для того, чтобы поделиться своей ценностью, своей информацией, той, которой мы владеем, с людьми. И задача наша заключается в том, чтобы мы пригласили людей к себе на блог. Ведь мы очень хорошо понимаем, если мы создаем какой-то продукт, ну, например, пишем книгу. Если мы написали эту книгу и положили все наши черновики в обыкновенный письменный ящик, то никакой пользы никому эта работа не принесет. Поэтому наша задача с вами делиться с людьми тем, что мы хорошо знаем. А как мы это должны сделать? Мы должны своей ценностью привлечь людей из интернета на свой блог. Мало того, чтобы привлечь, мы должны их привести к себе в гости. Мы должны подружиться с ними. Мы должны создать абсолютно все условия для того, чтобы человек возвращался к нам на блог и возвращался с удовольствием. Как мы можем решить эту задачу? Вспоминайте, когда вы любите ходить в гости, как вы любите, какие магазины вам больше всего нравятся, какие офисы, в какие музеи вы лучше всего ходите, посещаете. Это те музеи, те офисы, те магазины и те люди, которые могут вам дать что-то новое и интересное. Должен быть интерес. А интерес будет только тогда, когда вы получите ценную информацию. То есть человек должен с вами поделиться какой-то экспертной информацией или своей ценностью. Вот точно так же и вы на блоге должны поделиться своей ценностью. Что же является вашей ценностью? Вашей ценностью является ваш жизненный опыт. И не важно, 20 лет вам или 60 лет вам. Если 20, значит у вас 20-летний жизненный опыт. Вдумайтесь в эту цифру. Если 60, значит у вас 60-летний жизненный опыт. Естественно, в течение всего этого жизненного опыта вы стали уникальны. Так, как становятся уникальны бриллианты, невозможно повторить одни и те же грани на бриллиантах. Они все уникальны, настоящие бриллианты. Вот точно таким же бриллиантом являетесь и вы. Откуда же берется ваша уникальность? А уникальность берется из тех решений проблем, которые у вас возникали в течение жизни. Ведь перед каждым человеком обязательно в течение жизни каждодневно несколько раз возникают какие-либо проблемы. И каждый человек из этой проблемы находит решение, находит выход из ситуации. И каждый человек этот выход находит самостоятельно и идет собственным путем, приобретая при этом твой жизненный опыт. И каждый выход из ситуации у него уникальный. Итак, ваша ценность – это ваш жизненный опыт. Это опыт общения в семье. Это опыт общения с соседями даже, с теми окружающими людьми, которые находятся вокруг вас. Это опыт общения профессиональный. Это опыт общения с друзьями, когда вы отдыхаете, когда вы ездите на рыбалку, когда вы смотрите телевизор и так далее. Итак, вы уникальны. И в этом ваша ценность. Контент вашего блога – это ваш аватар в интернете. Вот тот аватар, которому вы будете, через которого, точнее, вы будете передавать вот эту самую ценность. Эта ценность, эти статьи могут, будем так, грешить написанием. Потому что не каждый человек, сразу начиная вести блог, обладает какими-то профессиональными навыками написания статей. Но каждая статья должна быть искренней. То есть человек воспримет вашу информацию хорошо только тогда, когда поймет, что вы отдаете ее с открытой душой. А вот эта искренность, она возможна только в случае очень хорошего знания предмета. Для того, чтобы понять, какова ваша ценность, я вам предлагаю взять листик бумаги, взять карандаш. Положить этот лист бумаги, сейчас, может быть, пока вы слушаете это, смотрите это видео, положить на столе рядом с собой. И мы, конечно, за это короткое видео не сможем с вами пройти по всем областям, так, чтобы мы вспомнили всю нашу ценность. Я предлагаю сейчас просто пройти ознакомительно, а потом этот листик положить где-то на таком месте, где вы, проходя мимо из комнаты в комнату, выполняя свои домашние какие-то дела, сможете пройти и записать мысль, пришедшую вам в голову по поводу того, по поводу оценки вот тех самых замечательных качеств, которыми вы обладаете. Но я также предлагаю вам сделать следующее. Тот же жизненный опыт, который у нас есть, он у нас есть и отрицательный. Мы очень часто видим, что у кого-то чего-то не получается, кто-то что-то сделал не так, а кто-то поставил перед собой цель и ее не добился. И каждый человек примеряет этот отрицательный опыт на себя. И у него возникают какие-то комплексы по поводу того, что у меня не получится. Так вот сейчас мы с вами эти комплексы выгоняем за дверь, чтобы никаких комплексов у нас не оставалось. Мы должны остаться такими, как вот чистыми детьми, которые верят в то, что у них всегда все получится. Мы выпускаем на свободу ну буквально наши все те желания, все те возможности. Убираем скромность, которая нам сейчас не нужна. Мы оцениваем себя со стороны трезвым, серьезным взглядом. Итак, переходим к областям поиска. То есть такой небольшой проведем с вами мозговой штурм. Областей поиска я выбрала пять самых распространенных. Сейчас мы по ним пройдем. Вы постарайтесь вспомнить то, что, возможно, какие-то ситуации у вас возникали и не стесняясь записывайте их, если вы замечательно из этих ситуаций сумели выйти. Итак, первая область поиска – это отношения. Семейные отношения. Каждый из нас является сыном, дочерью, мамой, отцом, внуком, дедушкой, бабушкой. Любой человек у нас прошел через семейные отношения. Но эти семейные отношения не всегда бывают замечательными. Иногда и очень достаточно часто бывают какие-то отрицательные моменты. Для этого нам и дана, наверное, наша жизнь, чтобы мы выполняли какие-либо домашние задания. То есть умели налаживать отношения. Но у кого-то отношения не получается налаживать. А у кого-то это получается на раз. Ну, например, у вас проблемы в семье с внуком, которому подростковый возраст. И он настолько создает множество проблем в семье, что ваша дочь или ваш сын, являющийся мамой или папой этого ребенка, ну, практически очень серьезно страдают и никак не могут найти общий язык со своим ребенком. А вы, бабушка, дедушка, умеете рассмотреть со стороны проблему, умеете найти такие слова, что можете переговорить со своим внуком, и он вас послушает. Так вот, поделитесь этой ценностью на блоге. Люди, у которых есть проблемы, а таких немало, будут очень вам благодарны. И они будут постоянно приходить за советом на ваш блог. А если это рабочий коллектив? Ну, мало того, что в рабочем коллективе есть какие-то, частенько возникают какие-либо проблемы, но в рабочем коллективе есть еще и такой момент, например, если вы менеджер, и у вас приходит посетитель, конфликтный посетитель, такой, знаете, специфический посетитель, которому все нужно вот выложить, рассказать и показать, и он уже пришел в плохом настроении. А вы обращаете внимание на то, что когда приходит такой человек, ваши коллеги приглашают вас разрешить этот конфликт. Значит, вы обладаете этой ценностью разрешения таких конфликтов. Вот. Подумайте. Возможно, это замечательная тематика вашего блога. Взаимоотношения между друзьями и знакомыми. Соседские взаимоотношения. Вы сумели перессорившихся соседей помирить. И в связи с этим к вам настолько благодарны люди относятся, что они с удовольствием выбрали вас старшим по подъезду. И вы умеете решать проблему не только среди соседей, но и, например, с той компанией, которая является, которой заключен контракт работы в вашем доме. То есть вот такие отношения. Продумайте. Возможно, они выльются в тему вашего блога. Отцы и дети. Здесь можно даже и не начинать разговор. Ясно и понятно, сколько проблем всегда. Ну, между отцами и детьми. Практически очень редко бывает, что кто-то кого-то недопонимает. А у вас есть такая возможность дать множество советов. Итак, продумайте, пройдитесь по отношениям в своей семье. Вспомните, как вы работали с конфликтами. С конфликтами не только в семье, но, как я и сказала, и в рабочем коллективе, и среди друзей и знакомых. Вторая область поиска – профессиональные навыки. Вот здесь очень хорошее поле деятельности. Я буквально начну, например, со специалиста по системам качества. Сейчас даже такая информация очень важна для людей. Одно дело – прочитать книги. А другое дело – получить ценный совет у человека, который прошел через это. И, мало того, на блоге вы выдаете всю свою практическую ценность. Плюс ко всему люди могут вам задать вопрос, а вы можете дать ответ. Вот очень замечательная тематика блога. А если вы столер, и вы умеете делать, например, садовую мебель, и у вас огромнейший опыт, ну, вот такой вот у вас профессиональный навык, и вы можете подсказать, из какого дерева лучше это делать, какую погоду это дерево рубить там, брать, каким лаком лучше покрывать, как лучше там, какими инструментами лучше пользоваться и так далее. Вот у вас тематика блога, которая может вам, ну, сумеет, вы сумеете на этой тематике, благодаря этой тематике сумеете показать все то, что необходимо человеку, который хочет, ну, работать с деревом. Уже не говорю о враче, потому что врач – это человек, я понимаю, которому, может быть, в какой-то степени и уже надоело говорить о болезни. Но ведь есть возможность поговорить о том, как сохранить здоровье. И это все в руках врача. У него огромный жизненный опыт и большая ценность. Педагог, например, логопед. У логопеда, работающего человека, тоже огромное количество детей, которым этот человек смог помочь правильно говорить. Так почему не дать советы молодым родителям на эту тему? Водитель, который умеет правильно ухаживать за автомобилем. Ветеринар. Сейчас практически в каждой второй семье есть домашнее животное. И вопросов множество. Ваш блог, если это ваши ценности, вы будете ее выкладывать на блоге, будет очень посещаемым. Здоровье. Третья область поиска. Здоровый образ жизни. Здесь даже и не 70%, а, наверное, все 90% людей хотят быть здоровыми. Но хотят быть здоровыми благодаря тому, что они начинают вести нормальный человеческий образ жизни. А вы уже от болезней ушли. У вас уже есть эта ценность. Вы сумели победить какую-либо болезнь благодаря тому, что вы начали вести здоровый образ жизни. Так поделитесь этой ценностью на блоге. А если вы знаете народные рецепты, а если вы имеете опыт сбора лекарственных трав, вы знаете, когда их на какой зорьке собирать, в какое время дня, какая погода должна быть, да даже по каким числам, как сушить, как использовать. Цены не будет вашему блогу. Здоровье ребенка, восстановление после травм и так далее. То есть очень широкий спектр ценности, которую вы обладаете. Интернет-технология. Сейчас очень популярная тематика блогов и заключается она в том, что практически интернет очень и очень быстро развивается. А люди не всегда умеют пользоваться компьютером и не всегда знают, как правильно общаться в интернете. Если у вас есть такой опыт, поделитесь им на своем блоге. Возможно, вы знаете все платежные системы в интернете и знаете, как на них зарегистрироваться, как правильно сделать, где не сделать ошибку. Так, чтобы не потерять деньги и так далее и тому подобное. Например, вы знаете какие-то определенные программы, так поделитесь ценностью своей. Или вы знаете, как создать видео, как создать аудио. А если вы умеете правильно общаться в социальных сетях, то это тоже сейчас очень и очень популярная тема. Ну и последняя тема, которую видите, я даже на слайде внизу многоточие написала. Потому что невозможно перечислить все увлечения людей. Очень такая популярная тематика, очень хорошая тема для показа своей экспертности в определенной области. Например, давайте посмотрим выращивание роз. Ведь вырастить розы действительно такие, чтобы они действительно радовали глаз, сможет не каждый. Но желают очень многим. А если у вас есть такой опыт, так поделитесь этим опытом на блоге. Вы можете это сделать в реальном времени. То есть вот сегодня у нас такая погода вот в России в центральной полосе. Я вам советую сделать вот такие и такие шаги. И те люди, которые выращивают розы, будут очень и очень вам благодарны. А рыбалка, да настоящий рыбак, знает очень много тонкостей. Расскажите о них. Если у вас замечательная возможность такая есть, высказать вот эти все свои наработки по правильной и хорошей рыбалке в блоге, это и есть ваша ценность. И на этот блог будет приходить большое количество посетителей. Итак, ваша ценность – это тема вашего блога. Вы должны ответить вот на эти пять вопросов. Что вы, собственно, хотите сказать миру? Чем вы можете поделиться с миром? Как вы об этом будете говорить? Здесь тоже надо продумать. Ваши знания должны быть вот показаны в определенном ракурсе, да? Почему вы решили именно об этом говорить? Сколько вы имеете знаний по этому вопросу? И где вы, собственно говоря, будете брать информацию, если на блоге на вашем вдруг появится посетитель, который задаст совершенно неожиданный вопрос? То есть вот для того, чтобы выбрать тему вашего блога, оказывается, нужно очень серьезно поработать. И часто очень бывает так, что выбор тематики блога затягивается надолго. Но я вам предлагаю выполнить вот такое маленькое упражнение. Начали мы его с того, что у вас лежит листик, и вы на этом листике записываете все те ценности, которыми, как вы считаете, обладаете. После некоторого времени, может быть, даже через час или через два, вы этот список перечитываете. И выберите самые-самые яркие ценности, которые вы записали. Как вы их будете выбирать? Ну, в первую очередь посмотрите, что эта тема, вот к ним лежит душа. Ведь тема блога должна вам самому нравиться. Вы с удовольствием должны выкладывать свою экспертность на блоге, понимая, что вот вы еще что-то не договорили, вам еще что-то хочется сказать, вы готовы писать какие-то статьи новые. Вот только тогда блог будет живой. Значит, еще раз повторяю, вам нужно выбрать самые близкие темы. Подумайте еще над тем, что если эти близкие темы должны делиться на подтемы. Ну, например, вернемся к тем же розам. Вы очень хорошо выращиваете розу, но вы также и замечательно выращиваете прокусы. Так вот, сначала вы выложите свою тему по розам, а потом у вас будет возможность расширения тематики выращивания прокуса. То есть подумайте, на какие подтемы можно разбить ту ценность, ту тематику, которую вы записали на листочке. Еще один момент. Сразу же, как только вы выберете и поймете, что вот вы работаете, хотите работать вот в этом направлении, вы должны себя протестировать. А сможете ли вы говорить на эту тему полтора-два часа без подготовки? Вот так, чтобы она лилась, эта тема из вас. Вот вы должны выбрать такие темы. Их может быть не одна, может быть две, а может быть три, а может быть даже четыре. Ведь вы творческий человек. И у вас ценностей в течение жизни приобретено многое. Так вот, вы выпишите эти четыре, там три темы на отдельный листик. И еще раз повторите первый и второй пункт. И выберите самую яркую тему. Потому что остановиться надо нам с вами на одной теме. Почему надо это сделать, мы с вами будем говорить в следующем видео. Это будет совет номер два. Я очень хочу, чтобы я была полезна вам. Желаю вам удачной работы. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.